Данила Энгель Теперь его не пугают косинусы, логарифмы и сочинения с изложениями. Решил, станет программистом. К поступлению готовится уже сейчас. На неделе нет ни одной свободной минутки. Это очень интересная профессия. Каждый день это решение каких-то логических задач. Просто сама атмосфера этой профессии мне очень близка. Знания, любовь к учебе и, конечно, друзья. Все это Даниле, как и его одноклассникам, подарил родной шестой лицей. До разлуки меньше года. Последний звонок, ЕГЭ, выпускной. Но это еще не скоро. Хотя в этом году день знаний с легким оттенком грусти. Прощаться ужасно грустно, потому что приблизительно с половины класса я вообще с первого класса как преподаватель. И такой огромный период времени, это, конечно, ну, уходит большая часть жизни. И, как я их называю, уйдут мои кусочки сердца, да, где-то. Но я думаю, что мы будем встречаться, будем видеться. Я буду следить за ними, в хорошем смысле этого слова. Я буду наслаждаться их успехами, как я это делаю сейчас. И поэтому я думаю, что у нас все получится. А для кого-то все только начинается. Белые банты и нарядный фартук. И радостно, и волнительно. Василиса Уголькова впервые идет в школу. Когда я буду в 11 классе, я буду писать без ошибок, читать без ошибок. Учиться на одни пятерки и знать все в мире. Когда закончит школу, станет педиатром, как бабушка. Обратный отсчет до сентября Василиса начала еще в мае. Так не терпелось сесть за парту. Причем не только ей одной. Потому что в школе интересны уроки, физкультура, математика, русский язык. В школе мы узнаем очень много, и это нам будет помогать зарабатывать много денег и хорошо жить. Потому что мы из школы стоим умными, умелыми все делать. Нам будет математика, которую я люблю, русский. Все, что я люблю. Будет и русский язык, и математика, и все остальные предметы по расписанию на самом высоком уровне. Этот новый учебный год мы начинаем с очень хороших вестей. Традиционно мы же подводим какие-то предварительные итоги. И очень приятно еще раз сегодня сказать, что мы с вами вошли в очередной раз в топ-100 лучших школ под Москве. Уроки начнутся совсем скоро, а пока стихи, песни и, конечно, танцы. Флэш-моб начали педагоги. Лицеисты активно поддержали. В этом году за парты в Одинцовском округе сели более 52 тысяч учеников, из них 6 тысяч первоклассники. Финал праздничной линейки. Долгожданный первый звонок. Старт школьным занятиям дан. У одних сегодня по плану классный час, у других – знакомство со школой и первым учителем. Здравствуйте, дорогие ребята. Здравствуйте. Я ваша учительница. Меня зовут Галина Станиславовна. Галина Кузьмина будет не просто учить первоклассник писать, читать и считать. Это физтехкласс. Но вчерашние дошколята справятся, объяснит, поможет и поддержит Галина Станиславовна. Подход найдет каждому. В первую очередь все уроки, пока у нас в первом классе, будут в игровой форме. Мы будем больше играть, чем учиться. Это во-первых. А во-вторых, наши уроки будут очень короткие, не более полчаса, и они будут прерываться физминутками. День знаний – это все-таки праздник. Уроков нет даже у старшеклассников. А вот 2 сентября расслабиться уже не получится. Уроки начнутся по расписанию. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».